небольшое дополнение к тому что я сказал значит во первых во первых самое главное что нас всех сейчас должно интересовать это сохранение армянской государственности хоть какой но чтобы это государство под названием армения со столицы в ереване она осталась в принципе это лучше чем на чего начинать с минуса до лучше с нуля начать чем с минус 100 это первый момент и многие к сожалению этого не понимают второй момент ура патриотизм нам надо готовиться к войне мы должны сделать так мы должны сделать эдак это все люди которые вообще не дайте готовится к войне надо всегда скажу так потому что если ты готовишься к войне ты готов себя защищать в принципе дает не обязательно готовится к войне конкретному до противнику просто быть боеспособным совсем другой вопрос в том что как это видят наши земляки нужно готовиться к войне готовится к реваншу реванш отлично вы хотите реванша давайте теперь инвентаризацию пройдем вот я чуть раньше сказал что эти люди которые вообще не понимают что происходит вот я когда сидел там не за в твери и думал в декабре месяце там вот надо к реваншу готовится тут и тот я приехал в армении понял я бы сейчас сказал не глюх реванш вы в армении вообще когда были вы с людьми там общались вообще представляете вашей стране что творится о каком реванш и вы говорите вы приезжайте в эту страну здесь половина людей нищие их ничего кроме их желудка не интересует я их не осуждаю здесь настолько уставшая от всего из всех населения в армении что им не арцах не нужен не реванш не нужен ничего не всем но существенному проценту и эти же выборы они это показали это не говорит о том что я там готов сдать арцах и так далее я последний человек кто вообще на это готов но надо иногда быть реалистами ребята мы в войне проиграли пора приходить себя пора вот вы не думайте что в армении живет три миллиона львов которые только и ждут новой войны это неправда это вранье вас обманут если вы в это верите вы не понимаете того что в этой стране происходит не понимаете людей которые вы я тоже не понимаю но вы не понимаете совсем да есть люди их немало которым не все равно которые хотят реванша хотят готовиться к войне и дай бог им здоровья они все делают правильно в контексте того что нам надо быть готовым как мимо себя защищать но разговоров о том что наша страна население готова к этому реваншу или хочет его это бред это сказки в это не надо верить я понимаю что легко хотеть войны когда там в москве или в лосе сидишь и там 20 тысяч отправил тридцать или пятьдесят давайте орать что векса морд или сранс а совсем другой к ты приезжаешь и видишь что тех сил которые есть на уровне людских их как минимум недостаточно а желание государства его вообще нет до его не видно что государство наше хочет этой войны и третий момент как вы собираетесь воевать да вот например просто опять же я не говорю ты это я понимаю что вам может быть от меня это немного странно слушать но я хочу чтобы вы правильно понимали вообще что происходит есть национальные интересы армении а есть интересы там желудка вот я сторонник интересов национальных армении но я лично понимаю что между уничтожением полным и потерям государственности и хотя бы сохранение нужно выбирать сохранение потому что это тебе дает хотя бы время что-то исправить а те люди которые прямо сейчас хотят войны и думают что наш народ там то есть в армении да он хочет этого это люди когда вообще не понимают что происходит не понимают чем его народ живет это вот сифеляновская до тема реванш мы сейчас это сделаем то и сделаем это невозможно это путь к самоубийству это путь 1 армянской республики которая воевала со всеми своими соседями да там и к чему это привело вот опять мы тоже самое дело давайте вот мы касс потеряли сейчас шуши потеряли со всеми повоевали сейчас давайте опять после поражения еще одну войну друзья включайте голову я вас прошу хватит жить иллюзиями это все намного сложнее это реально так вот приезжайте в армению поживите хотя бы два-три месяца поездите по региону вот я много во многих марзах был с людьми общался там и вы поймете что все не так хорошо и не так как вам мама с папой рассказывали как было когда вы 20 лет назад уехали там да из своей страны все далеко не так а чтобы было так как нужно нужно проводить работу это работа еще на 10-15 лет нам принципиально новое поколение надо в этой стране выращивать и это все не частными усилиями это государство должно регулировать без регулятивные функции государства идеологии идеи сколько бы там таких умников патриотов как я и вы не было это невозможно а с той массой народа населения что есть сейчас далеко не уйдешь опять же это всех не касается но существенному проценту ничего не нужно кроме спокойной жизни примите это и закройте этот вопрос как минимум на 10-15 лет это истина третий момент опять же возвращаемся к тому что мы не совсем независимое государство как минимум на уровне фактическом до что называется де-факто да юра тогда все отлично друзья вот нам нужно вооружение у кого мы его покупаем у россии завтра вы скажете хочу купить например у греции или у индии да у кого угодно вооружение и дескасса и часу зум и это умеет всегда мебан арнесс игратура оранс ваш мебаником и нас то есть и это у тебя не будет это у тебя не будет и этого у тебя не будет и этого у тебя не будет то есть понимаете как ни крути сникер с ним получается так что друзья как то так все очень сложно не слушайте там вот этих телеграм-каналах который там я не знаю просто только маразма столько говна вот и честно из-за этого тоже не хочется ничего не писать не говорить люди в параллельной вселенной то есть знаете там есть а в семнадцатом году вот во много из этого не верил во многое но что-то запонял то часто уже все все очевидно вот книгу написали возьми да прочитать но все равно кто-то там живет иллюзиями про россию каким-то хотя у россии свои интересы это нормально кто-то живет иллюзиями что в армении там 3 миллиона львов которые готовы рвать и только дайте им хорошее оружие кто-то еще какими-то иллюзиями живет друзья приедьте в эту страну поживите посмотрите и вам все станет понятно сейчас у нас есть один выход это сохранить государство любой ценой какой бы она ни была и работать чтобы потом через 10 15 20 лет что-то из этого вышло с нуля хотя бы начать иногда чтобы пойти вперед надо шаг два-три сделать назад у нас выхода другого сейчас нету и мы сами в этом виноваты у нас немного другие вещи интересовали 30 лет не хотели теперь получаете разгребайте нужно разгребать но если мы пойдем по тропе сифилиана первой республиковской да очень условно сифилиан не он там принимает очень то не знаю что нас ждет спасибо